Всем доброго дня, это Гелиосар и История просто. История России 19-го, начало 20-го веков. 9-й класс за авторством Ляшенкова, Лобуева и Симоновой. Параграф 7-й. Восстание на Сенатской площади. Значение движения декабристов. Какое влияние декабристы оказали на государственную политику, общественное движение и культуру? Государственную политику декабристы заставили буквально заморозить все возможные реформы. Николай очень боялся возможного происходящего восстания. А вот общественное движение декабристов туда оказали куда большее значение. Декабристы были очень образованными людьми и они, конечно, оказали влияние, создав несколько вариантов общественных различных движений среди народа. Культуру также было очень много художников, поэтов. Даже Пушкин, по идее, был в составе декабристов. Но, так сказать, ему, можно сказать, повезло, что он оказался в своем имении и поэтому оказался, так сказать, не был арестован вместе с остальными декабристами. При этом надо отдать должность, что декабристы оказали огромное влияние на развитие Сибири. Термины. Федеративное государство, конституционная монархия, республика, утопия, междуцарствие, личности, Муравьев, Пестель, Трубецкой, Рлеев, Муравьевы, Апостолы. Северное и Южное тайные общества. На рубеже 1820-1821 годов в Петербурге и на территории Украины в Киеве возникли Северное и Южное общества декабристов. Военные революции в Испании и Италии, прошедшие успешно и бескровно, подсказали дворянским революционерам приемлемую тактику действий. Восстание же в Семеновском полку в 1820 году и сильные позиции заговорщиков во второй армии на территории Украины способствовали упрочнению идеи военной революции. Именно в это время были созданы главные программные документы декабристов. Конституция Муравьева и русская правда Пестеля. Никита Михайлович Муравьев. Один из основателей Союза спасения. Прошу суровую школу наполеоновских войн. Прекрасно образованный он, еще будучи членом тайных организаций, начал писать теоретические статьи политического характера. Муравьев не хотел признавать революционное насилие необходимым двигателем истории. Политический прогресс, полагал он, осуществляется разными средствами, включая реформы сверху. Над Конституцией, явившейся плодом глубоких и трудных раздумий, Муравьев работал более 10 лет. Павел Иванович Пестель, как и большинство его товарищей, воевал против Наполеона. Был награжден золотым оружием за храбрость. В 1816 году вступил в Союз спасения. Блестящее образование, организаторские способности позволили Пестелю сделать хорошую карьеру. Он стал полковником, командиром Вятского полка 2-й армии на Украине. Единомышленники подозревали Пестеля в том, что он хочет быть диктатором от революции, русским Наполеоном. Отношения с ними складывались тяжело. Может поэтому русская правда так и не стала программой всего движения, и ее признало только южное общество. Участие в решающих событиях Пестель, как и у Муравьев, не принимал. Его арестовали накануне восстания. Согласно Конституции Муравьева, Россия после переворота принимала форму федеративного государства из 13 держав и всего лишь двух областей. Во главе с Конституционным монархом Верховная власть передавалась Народному Вече как высшему законодательному органу и императору, плюс исполнительная власть была ограничена Конституцией. Иными словами, Муравьев надеялся ввести в Россию конституционную монархию по европейскому образцу. Крепостное право отменялось. Все граждане объявлялись равными перед законом. Правда, избирательными правами пользовались граждане, обладавшие им, так сказать, вводился имущественный ценз. То есть, для того, чтобы кого-то выбирать, то есть быть избирателем, нужно было либо иметь землю стоимостью более 500 рублей, либо иметь различного другого имущества, например, дом с различными лавками, товарами на более чем 1000 рублей. Согласно проекту Муравьева, освобожденные крестьяне получали всего по две десятины земли, чего было недостаточно для ведения рентабельного хозяйства. То есть, прокормиться с двух десятин земли было невозможно. Помещичье землевладение сохранялось. Наряду с ними и условия, вынуждавшие крестьян наниматься к прежним хозяевам на правах уже вольнонаемных рабочих. Подобное решение сильно бы не понравилось ни помещикам, ни крестьянам, потому что теперь помещики были вынуждены платить крестьянам, а крестьяне, конечно же, возненавидели бы тех, кто заставлял их работать на старых землях и не позволил бы им покинуть эти места по их желанию. Русская правда Пестеля предназначалась для Временного правительства, которому предстояло на протяжении десяти лет после переворота бороться с контрреволюционными силами и управлять страной. Россия у Пестеля объявлялась республикой. Самостоятельность предоставлялась только Польше и Финляндии и то на том условии, что они проведут у себя реформы в духе русской правды. Императорская семья подлежала уничтожению, чтобы не смогла служить знаменем для контрреволюционеров. Высшим законодательным органом объявлялась Народная Веча, исполнителем Державная Дума, судебным Верховный Собор. Крепостное право у Пестеля отменялось. Население страны объявлялось гражданами республики. Вся земля по проекту Пестеля делилась на общественную и частную. Каждый человек мог получить участки из обеих частей, если обязывался обрабатывать их своими силами. Общественная земля закреплялась за ним, но принадлежала в области. Частную же землю можно было продать, обменять, сдать в аренду. Первая давала необходимый для жизни продукт, вторая служила для создания дополнительных богатств. Реализация положений и конституции, и русской правды превратила бы Россию в буржуазное государство. Оба проекта резко меняли бы ход истории империи. Однако оба они являлись утопией, так как ни народ, на что надеялся Пестель, ни образованное просвещенное среднее дворянство, на него рассчитывал Муравьев, не были готовы поддержать дворянских революционеров и такие изменения. А без такой поддержки проекты лидеров-декабристов оставались только мечтой. Каковы были основные положения конституции Муравьева? По основным положениям Муравьева, по конституции отменялось крепостное право, а Россия делилась на определенные территории, которые фактически становились независимыми государствами. Сама Россия становилась федеративным государством, во главе которого стоял конституционный монарх. Сформулируйте основные положения русской правды. У Пестеля по русской правде никаких федераций в России не вводилось. Россия становилась унитарной республикой. То есть никакой федерации, единая страна с едиными законами. Только Финляндия и только Польша у Пестеля получали какую-то определенную свободу. Вся остальная территория оставалась строго внутри состава государства. И это, конечно, было намного более правильное решение, чем у Муравьева. Потому что вон большевики, они, собственно говоря, сделали то, о чем писал Муравьев. Они создали федерацию, разделили огромное количество русских земель, за которые Россия долгое время боролась, проливала кровь, на эти самые различные независимые республики. И в итоге что произошло? Огромное количество русских земель, за которые русские люди проливали кровь, теперь оказалось в составе, хрен пойми, каких независимых государств, которые только и умеют, что эту самую землю распродавать, уничтожать и загрязнять. Что же в этом хорошего-то, собственно говоря? Восстание декабристов. Летом 1825 года декабристы договорились о том, что восстание состоится через год, то есть в 1926 году, во время больших маневров на Украине, где будут присутствовать император и его братья. Однако внезапная смерть Александра I в Таганроге в ноябре 1825 года и отказ его брата Константина занять престол изменили ситуацию. На переписку между Константином, который находился в Варшаве, и его младшим братом Николаем, который в скором времени стал Николаем I императором, претендовавшим после отказа брата на престол, ушло целых три недели. Период между царствия, затянувшийся на столь долгий срок, и дал декабристам возможность подготовить восстание в Петербурге и Киеве. План выступления в столице империи разработали Трубецкой и Рылеев. Воспользовавшись тем, что гвардия уже присягнула Константину, они попытались объявить переприсягу войск Николаю недействительной и представить восстание как попытку защитить права законного монарха Константина. На деле же речь шла о перемене формы правления и кардинальных социально-экономических изменениях в стране. Для этого Трубецкой разбил силы восставших на три отряда, которые должны были захватить Зимний дворец, Петропавловскую крепость и заставить Сенат подписать манифест к русскому народу, объявлявший о смене власти и даровании русским людям политических и гражданских прав. Однако в стане декабристов не было единства. Одни предлагали выйти на площадь, чтобы добиться воцарения того представителя Дома Романов, кто согласился провести необходимые с точки зрения восставших реформы. Другие хотели продемонстрировать силу революционеров и заставить Николая Павловича вступить с ними в переговоры. Третьи считали свое выступление своеобразной дуэлью, думающей и прогрессивной России с самодержавием. Четвертые стремились установить в России республику. Накануне восстания, 14 декабря, Якубович и Булатов, назначенные командирами 1-2 отряда восставших, отказались везти солдат на Земний дворец и Петропавловскую крепость. После этого шансов на победу у декабристов не осталось. Более трех тысяч солдат, которые все-таки были выведены в 3-м отряде декабристами на Сенатскую площадь, выстроились в каре, то есть квадратом, но их руководители отдали инициативу Николаю I. Трубецкой, назначенный диктатором, руководителем восстания, на площадь вообще не явился, и только позже он объяснял, что таким образом пытался предотвратить бессмысленное кровопролитие. На самом деле, скорее всего, он просто испугался и струсил. К восставшим в качестве парламентеров от нового императора поочередно выезжали генерал-губернатор Петербурга Милорадович, он был убит Каховским, великий князь Михаил Павлович, Кюхельберг, который стрелял в него, подвел пистолет, петербургские и киевские митрополиты, их прогнали солдаты. В наступивших сумерках Николай I решился применить против восставших артиллерию. Мятежных солдат разогнали тремя залпами кортечи. 29 декабря 1825 года началось восстание Черниговского полка на Украине. Во главе его встали С.М. и М.И. Муравьевы-апостолы. Они надеялись своим примером поднять на восстание окрестные армейские полки, но их порыв никто не поддержал. В начале января верные правительству силы окружили восставший полк и расстреляли его из пушек. Какие обстоятельства подтолкнули дворянских революционеров к восстанию? Так называемый период междуцарствования. После так называемой неожиданной смерти Александра I, по поводу неожиданной смерти, как говорят, Александр I вовсе не умер, а ушел в изгнание. Дело в том, что он все-таки был отцаубийцей. И по целому ряду слухов и даже фактов, Александр I не умер в Таганроге, а просто ушел в изгнание, оставил трон. Должен был стать его следующий за ним брат Константин, но по тогдашним дворянским законам Константин ухитрился выйти на неравный брак. То есть его жена была неподходящего рода совершенно. Из-за этого он потерял право быть императором. Вот только о том, что Константин не имеет права быть императором, знала только императорская семья. Все остальные в России были уверены, что Константин, в случае чего, будет императором. И этого не произошло. Поэтому и появился Николай I, младший брат, который был вынужден вступать в переписку с Константином и выяснять, что, собственно говоря, происходит, как и что, где, как, почему. Едлилась эта переписка аж три недели. Что и дало время декабристам подготовить восстание. Охарактеризуйте план восстания декабристов. На самом деле, если бы все три отряда провели свои нападения, то, возможно, какие-то успеха, какого-то успеха они могли бы добиться. Но отряд был только один, и по итогам, естественно, восстание провалилось. Как проходили восстания в Петербурге и на Украине? По идее, в Петербурге и на Украине только один. Ну, на Украине там один полк, в Петербурге, по идее, вообще только один отряд. И, естественно, что силы были слишком слабые, чтобы попытаться в полном объеме осуществить столь масштабные преобразования в огромной империи. Итоги и последствия движения декабристов. После полугодичного следствия 178 дворянских революционеров были приговорены к разным мерам наказания. Пятеро из них – Пестель, Рлеев, Муравьев, Апостол, Бестужев, Рюмин и Каховский – были повешены. Попытка Николая I доказать, что восстание было не серьезной политической акцией, а всего лишь бунтом, поднятым несколькими смутьянами, успеха в суде не имела. Ссылка в Сибирь на каторгу, по мнению императора, обрекала декабристов на вечное забвение. Однако получилось иначе. Передовые представители российского общества не остались равнодушными к участи несчастных. Жены и сестры декабристов отправились вслед за ними в сибирскую ссылку. Не молчали и сами дворянские революционеры. Так Лунин в письмах из Сибири отстаивал право гражданина на собственное политическое мнение, доказывал правоту декабристов и лживость царского суда. Те, кто дожил до амнистии декабристов в 1856 году, вернулись на европейскую Россию не сломленными и не забывшими об идеалах юности. Мало того, от себя добавлю, что вот эта вот ссылка декабристов, это была первая и одна из наиболее глобальных инвестиций российского правительства в развитие Сибири. Декабристы, будучи очень инициативными, великолепно образованными, подготовленными и умными людьми, приехав в Сибирь, в разные сибирские города, от какого-нибудь Омска до Читы, они очень сильно посодействовали развитию сибирских городов и поселений. Они рисовали картины, они писали стихи, они активно занимались образованием местных жителей, они активно развивали какие-то местные мелкие промыслы и производства. Именно благодаря декабристам появился целый ряд сибирских городов с большим количеством населения самого разнообразного. Декабристы, по сути, они глобально сумели содействовать развитию всей русской Сибири. Причины поражения декабристов и значения их движения заслуживают того, чтобы поговорить о них особо. Конечно, большую роль сыграли разногласия среди самих представителей дворянского авангарда, в котором революционность и либерализм были тесно переплетены, а значит и задачи движения члены тайных организаций видели совершенно по-разному. Декабристам не хватило поддержки народных масс, однако они сознательно отказались от нее, считая, что неорганизованность, отсталость крестьянства и городских низов принесут движению лишь вред. В народе они видели скорее союзника престола, потому что традиционные ценности – бог, царь, монархия – были близки и понятны основной массе населения. В отличие от идеи декабристов, озвученных новыми словами – республика, парламент, конституция – попытки осчастливить народ, создать общество справедливости и равенства была утопической. Вместе с тем декабристы оказали огромное влияние на развитие общественного движения в России. Впервые идеология части общества не следовала за правительственным курсом, а противопоставила себя ему. В декабре 1825 года на Сенатской площади в ходе открытого противостояния власти дворянские революционеры потерпели поражение, но нравственное сражение с самодержавием они выиграли. Имена декабристов, патриотов своего отечества, оставились в памяти народа. Но при всем при этом, при этих красивых словах о декабристах и о том, что они все собирались отменить крепостное право, стоит отметить один момент. Когда эти самые декабристы стояли на Сенатской площади, к ним вышел один из помощников императора, который потом выступал на суде. И он спросил у этих декабристов, вот, вы писали красивые бумажки, но хоть один из вас освободил крестьян крепостных в своих имениях. Ни один декабрист крестьян в своих имениях крепостных не освободил. Но при этом они шли, декабристы, за свободу для народа. Ага, сейчас. Какое влияние на российское общество оказало восстание декабристов? Достаточно сильное восстание декабристов заставило все-таки дворянство задуматься о том, как будет дальше развиваться Россия. Декабристы показали, что народ может как бы и иметь свое мнение, отличное от мнения императора. Определите причины поражения восставших. Очень просто. У них не было единого плана. Многие из них реально побоялись выступить против царя. То есть еще туда надо обязательно добавить трусость целого ряда декабристов в их выступлении против царя. Также то, что все-таки сил у декабристов было достаточно мало. Какое значение имел поступок жен осужденных декабристов? Ну, это Россия. Здесь женщины сильные и сами принимали решение о том, что им делать. Поэтому здесь ничего странного нет, что жены поддержали своих мужей. Они были верны своим мужьям. Тем более, что этих самых жен, несмотря на то, что мужей сослали в Сибирь, наказали, осудили, жен никто не трогал. Мало того, никто не тронул и собственность жен. Дело в том, что в России, в отличие от Европы, те имения, собственность, которые были у жен, у женщин, их никто не трогал. Поэтому жены декабристов, собственно говоря, всю свою собственность, свои имения сохранили. У них были деньги. И, по идее, они могли вообще-то даже и не приезжать в Сибирь. Но они последовали за своими мужьями. Хотя иногда и возвращались с Сибири обратно на европейскую часть России, доставляли письма. Потом опять ехали в Сибирь. То есть, попутешествовали по России. И опять-таки, эти самые жены тоже изрядно поспособствовали развитию Сибири. Так как много ездили, много описывали и много рассказывали потом в Петербурге о том, что там как в Сибири, что содействовало развитию Сибири. Вопросы и задания. И вот здесь вот таблица. Вот заполненная мною данная таблица, собственно говоря. Можете ее использовать, выписывать, можете что-то добавлять сюда, если будет у вас такое желание. Можно ли считать программы тайных обществ либеральными? Да, можно, так как предполагалось, что в обязательном порядке появится парламент, а власть в государе будет ограничена. Да, их можно назвать либеральными, так как предполагалось как раз-таки свобода личности, свобода политики и тому подобное. Это либеральные реформы. Докажите, что восстания декабристов были обречены на поражение. Русская армия на тот момент составляла сотни тысяч человек. Где-то от 300 до полумиллиона человек. При этом у декабристов в своем распоряжении было где-то в районе, на лучшем случае, 30 тысяч, а на самом деле даже и меньше. Ну как можно против 300 тысяч выходить с 30 тысячами? И самое главное, народ, ни дворяне, ни обычные крестьяне не поддерживали декабристов. А без этого любое восстание обречено на поражение. Сравните проекты реформ, разработанных правительством и членами тайных организаций. Найдите сходства и отличия. И правительство Александра I, и правительство реформы декабристов все предполагали отмену крепостного права и изменение правящего строя на какой-то аналог конституционной монархии. Это было. Но при этом различие было в том, что землю, как бы сказать, никакой федерации и республики, конечно же, правительство Александра I вводить и не собиралось совершенно. Историк Эйдельман рассматривал восстание декабристов как своеобразную попытку революции сверху, направленную на модернизацию России. Какие основания были у него для такого вывода? Дело в том, что, конечно же, проекты реформ декабристов были достаточно такими революционными, сильными. И если бы хотя бы часть их задумки была осуществлена, то Россия пошла бы по совершенно иному, совершенно другому пути развития, чем в оригинальной нашей истории. Определите даты каких событий указаны на ленте времени в начале параграфа. Так, вот она лента времени. И 1821 год. Это северное и южное общества появляются у декабристов. Потом 14 декабря 1925 года. Это восстание на Сенатской площади. Плюс 29 декабря, 25 и 3 января 1926. То есть, менее недели получается. Это восстание Черниговского полка на территории Украины. Выберите два правильных ответа на главный вопрос урока. Так, какое влияние декабристы оказали на государственную политику, общественное движение и культуру? Первыми открыто подняли вопрос о свержении самодержавия и отмене крепостного права. Ну, не совсем так. Первым об отмене крепостного права задумался сам Александр I. В литературных салонах распространялись идеи декабристов. Распространялись, да, но вот только поддержки-то не находили вообще-то. Программы Южного и Северного обществ правительство использовало при разработке реформ. Вот это да, действительно, программы обоих обществ в дальнейшем правительство действительное использовало при разработке различных реформ. Способствовали становлению радикального направления в общественном движении. Тоже правильный ответ. Ну, мое мнение, что правильные ответы В и Г. Работа с источниками. Из Конституции Муравьева. Глава 3 о состоянии, личных правах и обязанностях русских. Все русские равны перед законом. Каждый обязан носить общественные повинности, повиноваться законам и властям Отечества и явиться на защиту Родины, когда востребуют того закон. Крепостное состояние и рабство отменяются. Раб, прикоснувшийся к земле русской, становится свободным. Разделение между благородными и простолюдинами не принимается. По елику противной вере, по которой все люди-братья, все рождены благо по воле Божьей, все рождены для блага и все просто люди, ибо все слабые и несовершенные. Право собственности, заключающее в себе одни вещи, священно и неприкосновенно. Земли помещиков остаются за ними. Дома поселян с огородами, он их признается их собственностью, со всеми земледельческими орудиями и скотом, им принадлежащим. Земли помещиков остаются за ними. Особый закон определит вознаграждение, которое обязаны им, помещикам, сделать поселяне, которые вздумают оставить свое селение и переселиться в другое место, за временное прерывание в порядке получения доходов с возделываемой поселянами земли. Крестьяне, так называемых ныне экономических и удельных властей, вносят также своему обществу единовременное вознаграждение, в подобном случае заплату земских повинностей вместо них. Крестьяне, экономические и удельные, будут называться общими владельцами, равно как и ныне называющиеся вольными хлебопашцами. По елику земля, на которой они живут, предоставляется им в общественное владение и признается их собственностью. Удельное правление уничтожается. Из русской правды Пестеля. Параграф шестой дворянства. Первое. Обладать другими людьми, как собственностью своей, продавать, закладывать, дарить и наследовать людей подобие вещей, употреблять их по собственному своему произволу, без предварительного с ними соглашения, и единственно для собственной своей прибыли, выгоды, а иногда и по прихоти, есть дело постыдное, противное человечеству, противное законам естественным, противное святой вере христианской, противное, наконец, заповедной воле Всевышнего, Гласящего в Священном Писании, что люди пред ним все равны, и что одни, деяния их и добродетели, разницу между ими поставляют. И потому не может долей в России существовать позволения одному человеку иметь и называть другого своим крепостным. Рабство должно быть решительно уничтожено, и дворянство должно непременно во веки отречься от гнусного преимущества обладать другими людьми. 2. Гражданское общество составлено для возможного благоденствия всех и каждого. Сие благоденствия достигаются разными средствами и действиями, в числе коих находится и необходимость и подати собирать, то есть налоги. 3. А по елику все члены имеют равное право во благоденстве, то все члены имеют точно такую же равную обязанность и содействовать во дворению онова. 4. Сверх того одно только зловластие может все тягости возлагать на одних, а других всеми выгодами осыпать. 5. Честный человек без угрызения совести не может пользоваться трудами и пожертвованием ближних без всякого со своей стороны возмездия или соучастия, а потому и не может дворянство от податей быть освобождено. Оно должно со всеми прочими россиянами разделять не только все государственные выгоды, но и равным образом все государственные тягости. 6. Само звание дворянства должно быть уничтожено. Члены онова, поступая в общий состав российского гражданства на основании общих правил ниже сего изложенных и долженствуя, подобно всем прочим россиянам, по властям быть расписаны. 7. Вольные земледельцы. Земли, принадлежащие вольным земледельцам, могут на два рода быть разделены. 8. Одни составляют собственность целого общества или селения. Другие составляют собственность частных лиц. Во главе о политическом состоянии народа будет подробно изъяснено, почему, для чего и каким образом имеют все земли вообще разделены быть в каждой волости на две равные части, из коих будет одна составлять общественную собственность, а другая частные собственности. 9. Таковому порядку имеют быть подвергнуты равным образом и земли вольных земледельцев, а посему и обязывается во временное верховное правление разделить земли каждой волости на две половины, из коих одной быть собственностью общественную, а другой собственностью частную. 10. Земля общественная имеет принадлежать волосному обществу вообще, земля частная имеет составлять отдельную собственность частных лиц. 11. Охарактеризуйте отношения членов тайных обществ к дворянству и крестьянству. Забавно, но у Муравьева дворянство как бы обязательно сохраняется, сохраняет все свои льготы и преимущества, а вот у Пестеля дворянство уничтожается. Вернее, не уничтожается, а ликвидируются все льготы и преимущества дворянства. На самом деле, конечно, Пестель был изрядным радикалом и революционером. Написать о том, что дворянство должно быть полностью ликвидировано в те времена, это надо было иметь большую смелость. Какой документ содержит более радикальные положения? Разумеется, документ Пестеля. Какие предложения были высказаны Муравьевым и Пестелем относительно будущего имущественного положения крестьян? У Пестеля крестьяне получали, конечно, больше возможностей, чем у Муравьева. У Муравьева крестьяне фактически оставались с малыми правами. Они получали только, по сути, свои дома и все. А мало того, чтобы переехать на другое место, они должны были еще и заплатить либо своему помещику, либо своей общине за то, что они будут куда-то там переезжать. В свою очередь, у Пестеля такого нет. Здесь крестьяне получали куда более широкие права.